Скорость распространения опасной инфекции на территории Волгоградской области обсудили сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Также внимание уделили оказанию плановой медицинской помощи. Андрей Бочаров поставил ряд дополнительных задач для дальнейшей защиты жизни и здоровья жителей. Губернатор подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 на территории региона по-прежнему сложная. Особенно напряженной оказалась прошлая неделя. За 7 минувших дней общий прирост заболевших коронавирусом составил порядка 10 тысяч человек. По ежесуточным показателям мы уже превысили полторы тысячи заболеваний, из которых 30% – это дети и подростки. Количество ежедневных исследований на коронавирусную инфекцию приблизилось к 20 тысячам в сутки. Напомню, начинали мы с 2-3 тысяч исследований в день. Нарастили в 10 раз. Резко возросла нагрузка на все звенья региональной системы здравоохранения. При этом, по словам специалистов, очередная волна пандемии еще не достигла своего пика. В амбулаторно-поликлинической сети Волгоградской области продолжает регистрироваться свыше 11 тысяч обращений в сутки с симптомами простудных заболеваний. Справляться с такими запредельными нагрузками позволяет принятые нами упреждающие меры по подготовке системы здравоохранения к работе в режиме пиковых нагрузок. Материальное и кадровое усиление службы, принятые во взаимодействии с работодателями меры по разрыву цепочек заболеваний. Ну а также другие профилактические и ограничительные меры, действующие на территории Волгоградской области. Особо стоит отметить систему колл-центров службы 122 и центров медицинского сопровождения заболевших. Операторы этих служб оперативно по единым стандартам обеспечивают первичную диагностику, медицинскую маршрутизацию и сопровождение заразившихся ковидом жителей региона. К сожалению, продолжает расти число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в инфекционные госпитали поступают около 400 человек в сутки и больше, из них 20% – дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной терапии находится 328 человек. Это порядка 10% от общего числа госпитализированных. Объем инфекционного коечного фонда, развернутого на территории Волгоградской области, и плановый резерв инфекционных коек соответствуют складывающейся в регионе санитарно-эпилологической обстановке. При этом, что очень важно, в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи. Продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Уже привито более полутора тысяч человек, или порядка 94% от плана, установленного Минздравом Российской Федерации для Волгоградской области. В том числе теперь вакцинация доступна для подростков в возрасте от 12 лет и старше. В завершение губернатор поставил ряд задач, в частности, продолжить работу по контролю за реализацией действующих на территории региона санитарно-эпидемиологических мер, особенно в образовательных учреждениях, в общественных местах, на предприятиях и в организациях. Учитывая рост заболеваемости детей и подростков, разработать и внедрить механизмы дистанционного взаимодействия медперсонала с родителями детей, находящихся на амбулаторном лечении, наращивать объем инфекционного коечного фонда как для взрослых, так и для детей в соответствии санитарно-эпидемиологической ситуацией, а также продолжить вакцинацию и ревакцинацию жителей Волгоградской области от ковида. Которые тысячи человек.